По сути, софтвер – это сервис от Amazon, который основан на шефе. И как бы все знают, что это основано на шефе, и в основном, а, шеф, ну типа, окей, зачем мне шеф, или, а, шеф, ну окей, я и сам могу шеф, ну и в таком духе. Поэтому многие люди вот почему-то зачастую даже такую фундаментальную ошибку делают, не рассматривая его как вариант для configuration management, для развертывания своих приложений. А не рассматривать что-то как вариант в принципе – это одна из самых плохих ошибок, которые можно сделать. Такая предвзятость. Вот, поэтому я в общих чертах вам расскажу, что это, в чем отличие от, собственно говоря, шефа, какие преимущества по сравнению с ним, и почему это стоит или не стоит использовать. Вот, ну, как известно, у Amazon есть несколько, целый ряд таких сервисов, которые позволяют управлять инфраструктурой и ее конфигурацией. И вот, как сам Amazon их позиционирует. То есть, Beanstalk – это самое такое простое, то есть, они везде заявляют, что это рассчитано на разработчиков, да, которые ничего не знают об инфраструктуре, им там проще всего написать несколько скриптиков, да, в заранее предопределенной структуре. Ну, как бы все просто, понятно, и за счет этого не так гибко, как хотелось бы, да, то есть временами хотелось бы, допустим, что-то сделать, там, ну, как когда речь начинает идти о каких-то довольно сложных приложениях, да, которые содержат, скажем так, не просто обычные, там, веб-аппликейшн, да, в которых фронт-энд, бэк-энд, там, база данных. А что-нибудь с более сложной архитектурой, вот, с Beanstalk, там уже, как бы, начинаются проблемы. Ну, либо какие-то специфические требования, опять же, не всегда их там можно импровентировать. Вот, и, ну, собственно, Oxworks, да, и CloudFormation. Ну, CloudFormation, понятно. CloudFormation это такой больше хардкор, то есть можно сделать, как бы, все, но оно зачастую занимает больше времени, эти шаблоны сложно поддерживать. Ну, правда, вот, недавно они зарелизили YAML, с YAML, конечно, намного проще поддерживать эти CloudFormation темплейты, меньше вот этого постоянного главника с кавычками, запятыми, двоеточиями, как это в Джейсоне бывает. Еще и каждый же имеет свое мнение по поводу того, сколько должно быть отступов там в табуляции, два, четыре или три. И вот почему-то в амазоновских примерах, в их документации, все эти Джейсоны отформатированы так, что табуляция равна трем пробелам. Ну, как бы, люди копипасты, и кто-то делает два, кто-то четыре, и потом это вообще очень сложно читать и понимать. Вот, я вам проще людей, как бы, я считаю, правильно загонять в такие жесткие рамки, что пробел туда-сюда уже не крепилось. Вот, ну, да, ну, как бы, можно сделать больше, но сложнее и сложнее. Ну, и полный хардкор, как бы, да, EC2, автоскейлинг, то есть делай все сам, пиши скрипты, там, что хочешь делай, хочешь CLI, хочешь SDK и вообще сам все делай. Вот, то есть, соответственно, AUXWORKS, он, как бы, позиционируется Амазоном, вот, как что-то посередине, да, между CloudFormation и Benstock. То есть, вроде бы, как, и не сильно сложнее Benstock, и, на самом деле, даже не очень высокой квалификации разработчики могут с ним разобраться. Ну, и в то же время не так сложно, как CloudFormation для некоторых. Так, как же это работает? Да, ну, вот, зачастую, как бы, люди слышат, что шеф, и все, как бы, ага, все понятно. Там, значит, у Амазона шеф-сервер стоит, и просто они нам отдают какой-то веб-интерфейс и шеф-клиентов. Нет, не так. Дело в том, что это, ну, шеф я, как бы, вот, пропущу. Если кто не знает, что такое шеф, хотя бы в общих чертах, ну, как бы, я пропущу, извините. Так вот, по сути, шеф-сервера там нет. То есть, там просто публики, и, ну, есть специфик бэкэнд для этого. А на стороне клиентов все это выполняется шеф-клиентом и шеф-зира. То есть, шеф-зира – это in-memory шеф-сервер, который поднимается быстро в памяти и предоставляет тот же функционал, который и просто шеф-сервер, да. То есть, он зачастую используется, изначально был написан для тестирования шеф-сервера, чтобы можно было его быстро поднять в памяти, что-то протестировать и потушить. Вот. То есть, такой простой, легковесный шеф-сервер. Соответственно, на инстанс передаются JSON-атрибуты, роли и так далее. Запускается этот in-memory шеф-зира и шеф-клиент, собственно, выполняет тот ран-лист, который там есть и передает назад Oxworks статус и логии, результаты и так далее. Вот. И плюс, сам еще Oxworks, он много ресурсов, как бы именно AWS-специфик, ресурсов типа LOD Balancer, Elastic IP и прочее. Он, как бы, это все менеджит сам и себя, без того, чтобы делать это из куббуков, которые ранятся на инстансах. Опять же, unlike традиционный шеф, в котором, если ты хочешь какие-то ресурсы поднимать или изменять их состояние, то ты должен именно на инстансах, в рецептах это выполнять, поскольку нет механизма выполнения наших сервера и никакого, ну, почти никакого. И, соответственно, следить за консистенцией этого всего. Да, вот, как бы, схема, как это выглядит. То есть, есть куббук-репозиторий, это, опять же, может быть гид, S3, там, zip-ка на любом HTTP-сайте и так далее. Да, и там, кстати, поддерживается Bergshelf, то есть, там, по сути, может быть текстовый файл с перечислением комьюнити-буков и все. Он скачает сам и все. Вот, и такие основные, как бы, концепции, да, то есть, есть stack, layer и application, ну, еще единственное. То есть, по сути, stack – это, как бы, репрезентация именно полного набора компонентов, которые составляют приложения. То есть, если, допустим, мы говорим о традиционном вот веб-аппликейшене, то это front-end, backend и база данных. Вот это все вместе stack. Они, вот, в документации настаивают на том, что, как бы, хорошо делать stack, как environment, да, то есть, там, development stack, UA stack, какой-то там еще stack и production stack. Соответственно, stack между собой могут переиспользовать и те же слои, application и так далее. Вот, layer – ну, это, собственно, набор однородных instance каких-то, то есть, веб-сервера, например, или вот, балансер и так далее. Ну, instance, понятно, это instance, предсоставная часть layer, да, то есть, по сути, layer представляет собой либо автоскелленную группу, либо single instance, в котором, ну, собственно, хотел сказать, есть instance. Аппликейшен. Аппликейшен – это тоже такая сущность в Voxworks, которая описывает, собственно, где лежит аппликейшен и определенный набор правил, как его деплой. То есть, там могут быть пред-деплой, пост-деплой, куки, но простыми скриптами и в таком случае. Вот, ну и, соответственно, да, аппликейшен версионируется и там есть такая приятная фишка, опять же, из коробки, как Blue Green Deployment или Rolling Deployments, которые, опять же, довольно-таки сложно реализовать традиционным шек-сервером, либо же другими какими-то инструментами, да, самому. Тут это из коробки сразу среди всего прочего. Да, ну и сразу. Почему? Ну, как бы, да, Амазон, там много маркетинг-булшита говорит про этот Voxworks традиционно, как и про все остальное. Но, по сути, какие мотивации могут быть у человека, либо предприятия использовать Voxworks? Ну, во-первых, это High Glability сразу из коробки AWS Manage, то есть у них есть SLA, по-моему, 5-9, если я не ошибаюсь. То есть, если кто-то пробовал, допустим, на какой-то большой инфраструктуре поддерживать шек-сервер, там, Puppet-сервер, что мне больше удобно еще, какой-то Configuration Management Server и реально сделать его высоко доступным, еще и Cross Region, не дай бог, то, как бы, вы поймете, что High Glability из коробки, за которые отвечает Амазон, это очень, очень, как бы, весомые аргументы. Вот. Да, действительно, это Voxworks намного лучше приспособлен именно для динамичных окружений, потому что с шефом, как и с другими традиционными Configuration Management инструментами, есть проблемы. Есть проблемы с динамическим добавлением инстансов, потом удалением тех инстансов, которые попадали из автоскейлинг-группы, допустим, назначать туда правильные роли, ну и так далее, и так далее, передавать туда правильные секреты, SSL-сертификаты, да, еще не дай бог, при этом соответствовать какому-то комплиенсу, но это просто жуть. Тут, действительно, как бы, оно сделано для Амазона, да, изначально, то есть, сильно лучше по сравнению с традиционным шефом поддержка именно динамических окружений. Потом, ну, Open Source, как бы, шеф-сервер нельзя напрямую рассматривать как альтернативу Oxworks. Почему? Потому что он имеет ограниченный функционал, там практически, практически, ну как, очень сложно организовать нормально контроль доступа, да, чтобы определенная там группа лиц имела доступ там к одному инвайрменту, либо там к набору ролей каких-то и так далее. Вот. То есть, всякие Fine Brain Permissions, интеграция с LDAP, это отнимает всегда много времени, а здесь, опять же, из коробки, и даже не просто из коробки, а интеграция с IAM, и, соответственно, у юзеров IAM может быть в паблик SSH ключ, и он будет, если, допустим, там юзеру дать права на такой-то стэк, то, соответственно, автоматически добавятся туда его SSH ключи, и даже на Винде, и даже на Винде OpsWorks умеет делать RDP-юзеров для IAM пользователей, которые, соответственно, могут приходить и с LBAP, а на либо из любого внешнего источника. Опять же, если кто-то это попробует сделать сам, то это отнимет у него достаточно много времени. Потом, Lifecycle Events, там подробнее я даже расскажу, но, опять же, это такая приятная особенность, я бы сказал, по сравнению с другими аналогами, тот же Chef Enterprise, тот же Ansible Tower, да, и так далее, у меня, которая именно хорошо подходит для динамических окружений. Опять же, встроенные Rolling Updates и Blue Green Deportments тоже экономят время и деньги. Ну и уже как-таки небольшие преимущества можно рассматривать, там, определенное количество существующих предопределенных слоев, стеков, да, то есть у них там есть Java, Node.js, PHP и всякое другое, которое, в принципе, плюс-минус нормально сделано, можно с минимальными доработками использовать еще больше, как бы, скорость Time to Market, да, как вы так говорите. Вот. Как же конкретно это работает? Опять же, Unlike Chef, здесь нет единого вот такого Run List, да, который выполняется всегда на инстансе с какой-то ролью. Ну, и тот же самый Ansible, что угодно так же работает. То есть есть инстанс, у него есть роль, атрибуты, из этого формируется какой-то окончательный Run List, и он всегда запускается на том инстансе. Здесь все построено на Lifecycle Events, то есть есть ивенты, да, вот они перечислены, Setup, Configure, Deployment и Closure Down. Соответственно, когда инстанс в автоскейлингруппе поднимается, туда приходит Setup Event, допустим, и там, то есть каждый из этих ивентов это отдельный набор кукбуков, по сути это отдельный Run List, и они могут вообще не пересекаться между собой. То есть можно более тонко так управлять этим всем, чем по сравнению с тем же обычным шеф-сервером, когда нам надо зачастую там писать какой-то код, проверять, что ага, если там я только что запустился, то надо сделать то-то, а если я уже там где-то зарегистрировался или нет, вот. Ну и рецепты, да, кукбук и метадата, то есть это все от обычного шефа, да, и все эти кукбуки работают без проблем. Так, ну ивент, я так вкратце сказал, то есть при запуске, остановке, перезагрузке инстанса, когда он in-service, out-of-service, приходят lifecycle events, которые, каждый из которых это, по сути, отдельные Run List. И тут самый интересный, как бы, WebSouth Cycle event, это, наверное, deploy и und-deploy. То есть там могут быть хуки добавить, убрать инстансы из slow balancer и, соответственно, можно написать свой код, да, который deploy или und-deployed именно ваше приложение. Ага, просто пытался я куплю карту брать. Сетап, ну, сетап ивент понятно, то есть это когда инстанс впервые загружается, на него, значит, накатываются там какие-то зависимости, да, пакеты и прочее, и сюда же входит deploy event, чтобы поднять приложение. Configure event, то есть он приходит тогда, когда инстанс, у него изменяется состояние, да, он там, допустим, перезагрузился, или health-чеки у него там не проходили, потом начали проходить, ну, то есть у него перестали проходить health-чеки. И можно это обработать таким образом, что перепослать config event, если он снова начнет проходить health-чеки, после этого он снова будет добавлен в балансе. Deploy, ну, deploy-und-deploy, да, то есть пишите ваш код, который deploy-und-deploy в приложении. И шатдаун. Тоже полезная штука, если надо clean-shatdown сделать, да, то есть куда-то сбросить пиши, допустим, что-то там еще подробное сделать. Так, рецепты. Ну, это все как бы традиционные шеф-клубуки, да, то есть полная совместимость с тем, что есть на шеф-супермаркете, с тем, чем наполнен GitHub и так далее, и так далее. Поддерживаются, кстати, и 11, и 12 версии шефа, но как бы не в одном стеке, скажем так. То есть это свойство штека, и должен быть либо 11, либо 12. Вот. Но, в принципе, поддерживается все, и, что характерно, достаточно оперативно выпускает Amazon обновления с новыми версиями шеф-клиента, если они там что-то меняют. Бывало, они делали такие изменения в шеф-клиент, которые ломали обратную совместимость, и достаточно быстро Amazon это все публикует, и, что характерно, не принуждает к обновлению. То есть можно остаться на более старой, там, мелодной версии. Шеф-серч работает, соответственно, точно так же, как он работает и на шеф-сервере, только лишь с той разницей, что используется shift-zero, open-instance. Но, по сути, все основные, ну, то есть, по сути, все, что в метадате инстанса, да, вот, кто с Amazon знаком, все, что в метадате инстанса доступно через шеф-серч, по сути, и просто так. То есть RQDM, IT, там, и так далее, all-mobility-зоны, где я, кто я, что я, какие у меня роли, там, и прочее. И, в том числе, security credentials, кстати, тоже. Роли. Ну, роли, опять же, здесь нет именно тех ролей, которые в шеф-сервере, а вместо ролей, как бы, выступают атрибуты лейера, слоя. То есть, там был слайд с этими стэками лейерами, да, то есть лейер, это, по сути, отображение роли из шеф-сервера, и, ну, по сути, оно совместимо, да, то есть там тот же самый JSON, можно либо руками вписать, либо чем-то сгенерировать, заплодить, там, CLI, API и прочее. Вот, то же самое, что и роли в шефе. Датабэги. Опять же, датабэги, как датабэги, ничего особенного по поводу них нету, все как в шефе, с той лишь разницей, что они могут храниться, там, на S3, где-то еще и так далее. Видите? Так. Custom JSON, ну да, то есть понятно, все то же самое, как в шефе. В шефе, если вы помните, есть атрибуты кукбука, потом роль, environment, да, основные, как бы, которые друг друга переопределяют. Тут то же самое. А, ну да, и на уровне ноды можно что-то назначить, еще какие-то особенные атрибуты. Тут все то же самое, то есть на уровне стека либо лейера, либо аппликейшена, и в конце концов даже инстанса можно в custom JSON вписать атрибуты, которые будут переопределять атрибуты более высокого уровня. Ну вот, чего нет, того нет. Encrypted датабэгов нету. Предлагается пользоваться переменами окружения, которые достаточно нормально сделаны. предлагается загружать зашифрованный JSON на S3, который потом расшифровывать, соответственно, через IAM role, допустим, тем самым KMS можно включить, подсунуть, но достаточно сложно и хохотно получается. Ну и просто IAM role, то есть... Да, чего нет, того нет, конечно, было бы неплохо, но... Но зато есть environments variables, то есть можно задавать переменные окружения, опять же, на уровне аппликейшена, по-моему. Да, на уровне аппликейшена. И есть полезная опция protected. То есть, если поставить галочку либо постить со свойством protected на API, то, ну как бы, заявляется, что никогда никто его не увидит, кроме как на конечном instance. То есть его потом нельзя увидеть ни в консоли, ни в API, нигде. Просто он прячется. Можно его переопределить, если у тебя твои, как бы, роли и полномочия позволяют. Но увидеть нельзя. Соответственно, относительно безопасный способ передавать аппликейшен пароли, допустим, от той же базы данных там и так далее, чем в основном другие пользователи. Да, ну и как это можно все, значит, под себя файпилить. То есть, самое простое, понятно, built-in layers, которые там есть, java, php, node.js и прочее, всякое другое. Их можно запиливать, расширять. Атрибуты, джейсон, фукбуки, темплейты, твой куки. Где-то должно быть еще в ваших проектах подробнее. И, ну, в конце концов, кастом код просто пиши науки, да и все. Да, ну, здесь перечислены некоторые built-in layers. Ну, как бы ничего особенного из них. Вот интересен, наверное, GAN, для больше всего. Потому что он, как бы, позволяет собирать сразу метрики. Ну, по сути, статсд, там, наверное, он используется. То есть, он сразу с этих инстансов начинает собирать метрики внутренние. Потому что, да, CloudWatch, конечно, мониторит то, что он обычно мониторит. Да, ну, все, что видно снаружи инстансов. То есть, там нет disk space, disk IOPs и всякого такого. То, что снаружи гипервизора, да, видно, CPU, там, ну и варьи и прочее. Network. А вот эта вот штука действительно в один клик позволяет собирать еще и внутренние метрики с инстансов. Ну, и у них там, вот, на гипхабе довольно много всякого есть. Да, deploy hooky. Deploy hooky, ну, по сути, как и в шефе, да. То есть, в шефе тоже есть вот deploy resource, который использует синтакс Капистрана. И здесь это тоже воспроизведено в таком неявном виде. То есть, это как составная часть аппликейшн, да, получается. То есть, вы пишете там скрипты. И они могут быть на чем? Вот, например, в срубле. Ну, там могут быть типаж скрипты, там, еще угодно. Соответственно, можно как-то управлять при деплое, разбитое, перед деплое приложения. Там что-то через запустить зависимость или обновить или и всякое такое. И, естественно, это именно то, что работает потом при blue green deployment и rolling deployment. То есть, как раз таки, надо писать по-людски, да, чтобы явно падало потом в случае чего. Либо head check бы падал. Custom cookbooks. Ну, тут как бы все понятно. Пишешь cookbook и загружаешь. Никаких проблем. Единственное, что я хотел сказать, вот, на этом слайде. Там есть, как бы, вот, instances, time-based, word-based. И сейчас еще, по-моему, третье что-то появилось. Это у меня сприншот стали. То есть, можно явным образом планировать, ну, по сути, как автоскейлинг группа, да. То есть, допустим, там днем держать больше instances, чем ночью, time-based. Либо load-based, если там load больше чего-то, то скейлить заранее. Вот. Ну, и вот, по сути, так это выглядит консоль, да. То есть, apps, deployments, monitoring. Мониторинг, там довольно хорошо все видно. И, конечно, там агрегируется pair layer. То есть, по сути, pair автоскейлинг групп сразу. Видно метрики средние, общие. Вот. И, да. И поддерживается, кстати, и CloudWatch Logs. Которые должны еще в ближайшее время, по идее, улучшить. Но уже и так неплохо. Это, возможно, довольно просто. Там есть кукбуки, которые сразу посылают лоди в CloudWatch Logs. Там сразу уже и баксеры для популярных форматов есть. Да. Ну, примеры того, что можно кастом лейером сделать. Можно делать все, что угодно, естественно. Все, что можно описать шеф-кукбуком, да, на Ruby, можно сделать. Ну, и вот из консолей, как выглядят players. Что-то тут плохо видно на этом проекторе. Ну, вот то, о чем я говорил. То есть, life cycle event и для каждого, по сути, отдельный рандлист определяется. Атрибуты. Атрибуты. Ну, тут тоже как бы все просто. Порядок тут же шли в шефе. Так, да, ну, единственная такая особенность, это deployment JSON, в котором еще можно, как бы, по последний уровень переопределения сделать. Ну, вот тоже все как обычно. Единственное, что вместо ролей environment у нас layer X-таки. Это все как обычно шефе. Так. Ну, и уже такое время. Сейчас скажу еще про Elastic Container Service, который тоже поддерживается с ворбсом. И можно, как отдельно стоящие докер-контейнеры, по простой схеме, контейнеры, по инстанциям, так и разворачивать ECS-кластер и туда, как бы, более сложные конфигурации из набора контейнеров. Ну, эта часть конкретно постоянно улучшается, но уже там, в принципе, можно с этим работать. То есть там и апгрейды базовой системы есть, security patch, да, и user permission какой-то более-менее адекватный. Вот. IP-шники, security двух, ну, то есть все как бы относительно просто, но в то же время функционально. Ну и все, наверное, у меня осталось минут десять. Я думал, может, вы вопросы позадаете. Дима, у меня вопрос есть. Во-первых, по хипо-комплайнсу мне интересно. Вообще по комплайнсу там, что заявляет Amazon? Ну, по хипо-комплайнсу там, как бы, есть отдельная страничка в Amazon, где написано, что хипо-комплайнс сервисы такие-то. Ну, да, я, то есть, обратно, все написано, не в курсе. Шеф, ну, вот этот Opsworks, да, он не был хипо-комплайнс, когда я это в последний раз смотрел, но дело в том, что, поскольку ты в нем не хранишь PAA, да, при пи-пи-чай. При пи-пи-чай, да? То есть, ты в нем не... Ты именно в Opsworks ведь не хранишь этой датой? Ну, как тебе сказать? Дальше, понятно, что напрямую нет, но, по сути, через него там все эти ключи, там проходят все дела, то есть, как бы просто... То есть, ну, опять же, опять же, сервис, они не сертифицируют вот эти все свои вспомогательные сервисы, как HIPO или PCI DSS-комплайнс. Потому что, допустим, то же самое HIPO, она описывает, как должна храниться и передаваться данные, да, вот эти самые customer data, LK information. Opsworks она не хранится и не передается. Вот вопрос может стоять так, а может ли он обеспечить? Ну, обеспечить, естественно, может... Да, и вот как раз в плане HIPO, что важно в этом плане, это... Dedicated Instances, да, потому что HIPO предписывает не хранить и не передавать данные на разделяемых средах, да, если на этом журналистическом хосте запущены других заказчиков WorkWorld. Это есть. То есть это есть в свойствах стека, по-моему, указывается, что Dedicated Instances. Это, кстати, вот они recently announced, по-моему, в сентябре они добавили Dedicated Instances, вот именно в Opsworks. Ну, то есть, грубо говоря, вывод такой, что в принципе, если мы строим для... Ну, для CallScare Provider, а есть решение на Amazon, мы можем... Да. ...использовать, да, для этой вещи. Да, да, да. Назови, пожалуйста, с твоей точки зрения, самую... ...самую гадкую принесла в Opsworks. Ну, то есть мы говорили долго о позитивных сторонах, а самую гадкую... Ну, самый гадкий, это, наверное, Дебадин и Трабелшутик. Класс. То есть ты взял и вот так вот и всё. Нет, ну, не потому, что он такой уж прям гадкий. Там есть, как бы, все возможности для этого, но... не так это всё просто, как с шефом, да. Там, как бы, всё просто. Китчен, тестовые датабы, сюда-сюда. Можно, конечно, от Китчена не тут тестить те же самые кулбуки, но вот та результирующая с теками и лейерами, она всё равно будет. Вопрос в лог. Я, честно говоря, не помню. Можно ли мониторить сам Opsworks через CloudWatch логи и CloudWatch? В смысле, его внутренние методы? Ну, грубо говоря, прошла, таска не прошла. А, ну, параметры? Нет, на уровне прошла, таска не прошла, да. То есть, да, там есть интеграция с CloudWatch Events, да, вот этим вот, который они так вот появились. Как вариант? И он туда может схватить ивенты типа deploy fail или что-то такое. А там уже SNS, да, и FATL. Спасибо. Ну, давай ещё я спешу. Ну, там как раз-то в конце про RCS говорил, он уже как бы кушает там вот это вот, там, Docker Compose, файл, вот такое всякое, или оно вообще как бы там. Ну, то есть CloudWatch, CloudFormation, он как бы там комбинируется. Ну, да. То есть, они же допиливают. Я вот прям текущий state не знаю. Я пробовал последний раз где-то в середине лета, то, по-моему, ещё не было. А вот прям текущий state мог, ну, не готов сказать. Надо посмотреть. Ну, они же там как бы интегрируются довольно быстро обычно. А, ну, вообще такая вообще тенденция, я так понимаю, что он, ну, так, они его собираются тоже жить с докером нормально, да? Ну, он уже с докером нормально. То есть, это буквально, там, я не знаю, через несколько месяцев после того, как запустили ECS в режиме Preview, ещё он не вышел из Preview. Уже и в Oxmoorx, и в Binstock была интеграция. То есть, они это активно поддерживают на самом деле, потому что, ну, как бы, да, это тренд. Это тренд, докер, и там и свой registry уже у них есть, да? Который, опять же, здесь поддерживается. И так далее, и так далее. Это направление, естественно, одно из наиболее быстро развиваемых и уделяет ему довольно много внимания. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ